Пожалуй, в этом видео я расскажу вам свою собственную историю, как я осталась практически без волос. Приветствую вас, меня зовут Марина Жигульская, и на этом канале мы учимся избавляться от состояния, патологии и диагнозов при помощи нутрициологии. Сегодня мы поговорим с вами про очень животрепещущую тему, которая, когда касается кого-то из нас, причем мужчина это или женщина, для женщин, конечно, это более болезненно, когда мы сталкиваемся с этой проблемой, это прямо проблема, это прямо шок, это, конечно же, проблема выпадения волос. И вот начать, пожалуй, я хочу с того, что когда мы сталкиваемся с этой проблемой и бежим к парикмахеру, бежим к трихологу, начинаем покупать маски, втирки, чего мы только не делаем, это неправильный подход, потому что бежать надо на самом деле к нутрициологу и бежать надо сдавать анализы, чтобы понимать, что происходит в вашем организме. Дело все в том, что нашему организму ему наплевать на нашу красоту, на густоту нашей шевелюры, на шелковистость наших волос, потому что организм в первую очередь все питательные вещества отдаст жизненно важным органам для того, чтобы сохранить у вас жизнь. А волосы и кожа питаются у нас по остаточному принципу, и по сути все, что осталось, то им организм и отдаст. Если ничего не осталось, значит вы будете без волос и с проблемной кожей. Так работает и так устроен наш организм. Так как волосы это часть нашего организма и строятся они не из чего другого, как из жиров, белков и углеводов, при участии витаминов и минералов, значит с этой стороны и надо заходить к проблеме выпадения волос. И смотрите, в каких случаях мы сталкиваемся с проблемой выпадения волос. Как правило, это дефицитные состояния, это самое первое. Второе, это, например, перенесенное вирусное заболевание. И третье, это, конечно же, патологии какие-то, типа гипотериоза, анемии. Давайте начнем с дефицитных состояний. Прежде всего, надо обращать внимание не на дефициты витаминов и минералов, а на дефицит белка в вашем организме. Потому что все витамины и минералы, они путешествуют в нашем организме на молекуле белка. Белок является как бы такси. И вот когда у вас на стоянке, например, много-много-много людей на автобусной остановке, да, а такси нет, никто никуда не поедет. Поэтому дефицит белка это в первую очередь. А когда мы смотрим белок по анализам, мы никогда не ориентируемся на референсы лаборатории. Потому что по референсам лаборатории 69 это вполне себе вы в границах нормы. Но на самом деле белок у нас должен быть хотя бы 73, а лучше 75. Именно такое количество белка оптимально для того, чтобы у вас на все хватало транспорта. Ну и плюс еще белок является строительным материалом и наши волосы, по сути, состоят из белка. Второе это вирусные заболевания. У меня после ковида тоже выпадали волосы, но это длилось недолго, потому что я знала, как действовать, устранила все эти недостатки, закрыла все дефициты и в принципе ситуация стабилизировалась. У многих действительно так, а вот когда мы не обращаем внимания на то, как работают внутренние органы, особенно после вирусных заболеваний, вот тогда мы будем разгребать проблемы долго. И третье, о чем я хотела бы поговорить и в этом моменте я хотела бы рассказать свою историю. Это патологические состояния или диагнозы. И когда помимо сухой кожи, помимо упадка сил, ну и помимо многих других проблем, я на расческе начала видеть много-много волос, мой хвостик становился все тоньше и тоньше, а кожа головы начинала светиться, конечно, я запаниковала. И безусловно, я попробовала все. Я попробовала всякие масочки, всякие крема, я попробовала Дарсенваль и даже инъекционную терапию мало что помогало, либо помогало, но ненадолго, ситуативно. Но как только я скомпенсировала свой гипотериоз, вуаля, моя густая шевелюра вернулась ко мне вновь. Поэтому патологические состояния, такие как гипофункция щитовидной железы или, например, анемия, недостаток железа, причем анемия это достаточно редкое заболевание, чаще все-таки это недостаток железа, и это не одно и то же. Так вот, как только мы компенсируем эти заболевания, густота волос возвращается. Если вы проверяете щитовидную железу, то это териоидная панель, так называемая, в которую входит ТТГ, Т3 и Т4 свободные обязательно, не общие, ну и можно еще сдать антитела к териоглобулину и к териопероксидазе. Которые покажут, есть ли у вас аутоиммунный процесс в кишечнике. Заметьте, в кишечнике мы говорим про щитовидную железу, мы говорим про волосы, а заходим мы через кишечник. Анемия или недостаток железа, это, конечно же, много анализов, которые надо индивидуально смотреть, потому что зачастую это тот же самый дефицит белка, например. И как только вы восстанавливаете белок, это транспорт для того же железа, железо начинает восстанавливаться. По анемии можно много всего рассказывать, потому что зачастую препараты железа не решают проблему, именно потому что это железо просто не доходит туда, куда надо. Но зато подкармливает вашу патогенную микрофлору. Это основные причины, и как видите, все они начинаются со здоровья нашего желудочно-кишечного тракта. Поэтому причину всегда надо искать там. Для этого мы подготовили для вас 3 бесплатных видеоурока, которые вы можете найти в нашем телеграм-боте, если перейдете по ссылке в описании к этому видео. Там вы узнаете, какие еще состояния и патологии вы можете поддержать, и как восстановить свой организм через работу с желудочно-кишечным трактом. И когда мы говорим про тотальные дефициты в организме, из-за чего у нас начинается выпадение волос, то естественным образом у человека возникает вопрос. Так, быстренько скажите мне, что попить? На сегодняшний день, конечно, рынок у нас перенасыщенный. Предложений невероятное количество. И когда вам пишут аннотацию к препарату, пишут очень красиво, и отзывы пишут красивые. И вот человек бежит, скупает все, что ему попадается на пути, начинает все это пить и не приходит ни к какому результату. Почему так происходит? Потому что для того, чтобы добавка сработала, ее должен усвоить желудочно-кишечный тракт. И получается, что здесь уже появляются вопросы к состоятельности желудочно-кишечного тракта. Для того, чтобы у нас адекватно усваивался белок в организме, недостаточно есть белок или пить протеиновые коктейли. Надо убедиться в том, что кислотность вашего желудка адекватная. Потому что именно кислотность желудка усваивает белок. Дальше надо убедиться в том, что у вас реология, текучесть и качество желчи нормальное. Потому что именно желчь будет у нас эмульгировать жиры и жирорастворимые витамины, и следовательно, они будут усваиваться в вашем организме. И, конечно же, надо убедиться в том, что у вас нет воспалительных процессов в организме, даже пресловутого гастрита. Потому что воспалительный процесс будет истощать вас по витаминам и минералам. И вот если мы логически подведем итог всему вышесказанному, то ответ на вопрос, что делать, фактически получается один. Нужно восстанавливать работу своего желудочно-кишечного тракта. Чтобы я понимала, что это видео было вам полезно, обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. И мы вместе с вами будем восстанавливать и густоту вашей шевелюры, и, в принципе, здоровье в целом. А с вами была Марина Жигульская и Школа Здоровья Ресурс.